Здравствуйте, господа товарищи! Сегодня мы едем в один замок чешский. Вообще Чехия, она, если я не ошибаюсь, так она занимает третье место в Европе по количеству замков на душу населения. Не на душу населения, а по количеству замков на квадратный километр. Первые два места это Франция и Бельгия, ну а на третьем Чехия. В общем, здесь замков хоть отбавляй. И у нас на канале есть интересные замки. Например, есть история замка Сбирух. Мы там ночевали, проводили ночь в этом замке. Во многих замках, кстати, можно переночевать. Вот, замок Сбирух, он заминирован. Там собираются тайные рыцари по сей день. Очень интересная история этого замка. Заминировали его еще нацисты. Что-то там спрятали в замке. И разминировать его не представляется до сих пор возможным. Вот. Есть замок у нас на канале. Замок Кокоржин. Очень интересный. Замок с привидениями. Карлштейн, конечно же. Тоже когда-то его снимали. Кстати, Карлштейн, хоть это считается король чешских замков, я почему-то его не особо люблю. Есть, конечно же, великолепный замок Канапиште. Замок, в котором жил печально известный Франц Фердинанд. И очень интересная история об этом. Видео об этом замке у нас тоже есть. А сегодня мы едем еще в один замок, который, кстати, незаслуженно забыт многими, кто приезжает в Чехию и кто снимает о Чехии. О нем очень много снимают. Я, честно говоря, не видела хороших видео об этом замке. Вообще, конечно, я сегодня хотела ехать в Карловые Вары. Но не в Карловые Вары. Я хотела ехать в Локет. Городок возле Карловых Вара. Из Локет поехать в Вары. Но Эдик возмутился. Сказал, мы там уже миллион раз были. Не захотел. Но пообещал мне на следующей неделе, что мы туда поедем. А еще, кстати, у меня была одна идея. Поехать в один тоже очень интересный замок. Возле него очень много умирает птиц. И многим людям становится плохо в этом замке. Что ты на меня так смотришь? Оставь интригу. Я интригу потом раскрою. Конечно, в древности это все списывалось на какие-то магические силы. Но в современном мире тайна разгадана. И я думаю, после Карловых Вар мы еще съездим туда и откроем тайну этого замка. А сегодня мы едем в замок, который принадлежит одному из самых знаменитых чешских родов. Замок этот 800 лет принадлежал одной семье. Прежнему им принадлежит. И о нем расскажем. Находится он прямо возле Праги. Совсем-совсем далеко. Уезжать нам не придется сегодня. В общем, едем. А вот мы сейчас находимся в районе Альшаны. И здесь когда-то было здание телекоммуникации. Такое знаменитое, можно сказать. Вот его разбирают. Уже от него почти ничего не осталось. Видимо, скоро здесь будет либо какое-то офисное здание, либо жилое. Там уже осталось совсем чуть-чуть. Его очень медленно разбирают. Из-за чего ты говорил? Азбеста. Из-за азбеста, да. Его, наверное, уже около года как разбирают, да ведь? Да. Да, медленно. В темном-темном лесу на крутой скале стоит старый-старый замок. Построен он был еще в 1241 году богатым чешским дворянином из рода Дивишевичей. Так как стоящий на горе замок возвышался над рекой и густыми лесами, то Сдеслав Дивишевич, на гербе которого красовалась звезда, над названием долго не раздумывал, а назвал свое новое владение Штернберг, что в переводе с немецкого значит «звезда на горе». Название замка так понравилось его владельцу, что он вскоре и сам себя назвал в честь своего замка. Так в Чехии появился один из самых знаменитых родов – Штернберге. Девиз которых звучит так – никогда не погаснем, и они не гаснут. И не только не гаснут, но вот уже на протяжении почти 800 лет, со дня своего основания, замок не менял владельцев. Он принадлежит одному и тому же роду. Правда, отметили здесь и Лихтенштейны, но они состоят в близком родстве со Штернбергами. То есть без малого, 8 столетий, несмотря на войны и политические катаклизмы, замок хранил верность фамилии Штернбергов. Вот, проехали мы, я не знаю, сколько километров мы от Праги сейчас находимся. Минут 30 ехали. 40. А, 40 километров. 40, сказал Этик. 40. По-чешски значит 40. Вообще, слово 40, вот сейчас я подумала, как красиво здесь. Слово 40 не имеет никакого смысла по-большому. Ну как, оно имеет, ну, 40. Почему 40, если 4? 3, 30. 2, 20. 4, 40. А по-чешски 4, это 40. Ладно. В общем, 40 километров от Праги находится вот эта красота. Замок называется чешский Штернберг. Ну, а здесь в замке ремонт. Люди, мы сейчас делаем в своем замке. В своем замке. Мы делаем в своем замке ремонт. И Штернберге делаем в своем замке ремонт. Не, ну, мы взяли в аренду студию в замке, которая находится в Праге. Вот. А здесь вот в Штернберге в своем личном замке что-то ремонтируют. Кстати, когда был жив старый хозяин этого замка с Денек Штернберг, вот, его сын работал в Вене адвокатом. И обещал, когда умрет отец, вернуться и жить в этом замке. Не знаю, если вернулся и живет, но почему нет. Конечно же, как и положено любому уважающему себя замку, замок чешский Штернберг овеян легендами и мифами. И вот одна из них. Давным-давно граф Штернберг продал один из своих дворцов за гигантскую сумму 100 тысяч золотых. Привез он эти деньги в свой родовой замок и, приказав своему верному слуге Гинеку хранить их надежно, уехал по каким-то своим средневековым делам. Никогда не видевший таких огромных денег, Гинек очень переживал, что на замок нападут разбойники и украдут хозяйские деньги. Поэтому, недолго думая, он спрятал сундук с деньгами в окрестных скалах так, чтобы золотые не нашел никто и решил, что местонахождение клада покажет только хозяину. А через несколько дней с Гинеком случилось несчастье. Конь выкинул его из седла и покалечил. Нашли Гинека, работающего в поле крестьяне, но он уже был почти бездыханным. Когда его принесли в замок, то Гинек не мог говорить и почти не мог двигаться. Тут же Гинеку привели единственного грамотного человека в замке – писаря. итак, я иду в замок на экскурсию, но экскурсия стоит 10 евро. Нет, не 10, чуть меньше. 10 евро – это если вы хотите фотографировать. Для этого вам выдадут вот такую лицензию, мне сказали, что это лицензия, которую необходимо наклеить на фотоаппарат или телефон. И сама экскурсия стоит 200 чешских крон или же 8 евро. тут на территории есть кафешка какая-то. Здесь можно выпить кофе, пока ждете свою экскурсию. Ну что, собственно, сейчас мы и сделаем. Собачками не пускают, поэтому Эдик останется Мишеньку охранять. Или Мишенька Эдико. Мишенька Эдико будет охранять. Вообще, по прогнозу погоды сегодня должен был быть дождь и холодно. Ну, солнце слепит тепло, слава Богу. Собственно, из-за этого и срывалась наша поездка в Карловы Вары, потому что Эдико говорит, ну, чем мы туда поедем? Дождь обещают, отсутствие тепла. Говорит, вот поближе тут съездим возле Праги в чешский Штернберг, а в Карловы Вары поедем уже, когда будет погода хорошая. Ну, в общем, сегодня хорошая погода. Верить синоптикам нельзя ни в коем случае. Ну, не важно. Главное, что мы оказались в очень красивом месте. История этого замка и история его владельца очень интересная. Вот, мы себе купили чешскую классику. Это называется ветрник по-чешски. Это классический чешский десерт, кстати, очень вкусный. Ветрники и второе как называется? Это ветрник, а еще похоже есть веночек. Вот, так вот, это очень вкусненько должно быть. И такие здесь они огромные эти ветрники. Да, еще здесь, смотрю, люди, многие заказывают гуляш, чешский гуляш, очень хороший. Здесь попадают, вот в том окошечке, оказывается, еще и гуляш продают. Еле живой Гинек все пытался что-то жестами объяснить писарю, пальцами, как бы перебирая монеты, все показывал куда-то за стены замка, но писарь так его и не понял, а ночью несчастный скончался. И вот вернулся пан Штернберг в свой замок. Захотел проверить спрятанное золото, но ничего не нашел. Тут же узнал он и о смерти своего управляющего. Долго горевал опечаленный пан Штернберг, грозил слугам всяческими карами, но никто ничего не знал о пропавшем кладе. А когда весть об этом дошла до писаря, тот явился с повинной головой и попросил хозяина наказать себя за глупость, поскольку не понял, что хотел от него умирающий Гинек. Но справедливый пан Штернберг отпустил писаря с миром, а сам занялся розыском пропавшего сокровища. Долго перекапывали его слуги каждый уголок вокруг замка, перекопали даже окрестные поля, но так ничего и не нашли. Так и лежит где-то в чешском лесу сундук с сокровищем и по сей день, и ждет удачливого человека, который сможет его найти. Во что я, конечно, не верю, хотя бы потому, что если Гинек никому не рассказал, что деньги спрятал в лесу, то откуда такая информация просочилась? И вообще, зная чешскую пословицу, кто не крадет на работе, тот обворовывает свою семью. История с хозяйскими деньгами и грамотным писарем мне почему-то представляется в совершенно другом свете. А вот еще обратите внимание на эту люстру. Она весит 300 килограмм. И да, мы зашли в замок чешский Штернберг. В Чехии фамилию Штернберг знают все. Сегодня мне хотелось бы вам рассказать не только об этом уникальнейшем замке, но и самую сказочную историю его предпоследнего хозяина, человека с удивительной судьбой. Итак, пан Сденек Штернберг. Родился он 15 августа 1923 года и был старшим сыном в семье графа и графини Штернберг. Политические потрясения 20 века не прошли мимо семьи Штернбергов. В 1942 году их родовой замок Чешский Штернберг был захвачен и разграблен немецкими властями. А в 1948 году на долю молодого графа Сденека выпало очередное испытание из богатого и титулованного наследника превратиться в бедного бездомного. А все благодаря государственной конфискации замка. В случае Сденека это был не просто замок, а его дом и дом всех его предков. Было ему на тот момент всего 25 лет. Потом бывший граф ввел себе вполне обычную жизнь. Он отслужил в армии, устроился работать на шахту, а затем и рабочим сцены, пока наконец-то не случилось чуда. И его не взяли на работу в его бывший лично родовой замок простым наемным работником, смотрителем и гидом. Здесь за мизерную зарплату бывший граф будет с гордостью показывать посетителям свой родовой герб на стенах замка, поливать цветы на балконе, а заходя в рыцарский зал и глядя на портреты вспоминать своих предков. В 1955 Сденек женился на девушке из не менее древнего рода, а в 1956 году у пары родился сын Филипп. В 1968 семья Штернберг эмигрировала в Австрию. Там Сденек сделал хорошую карьеру, а выйдя на пенсии в 1990 принял решение вернуться на родину. И вдруг в 1992 году, как в хорошей сказке, справедливость восторжествовала и замок Штернберг был в рамках институций, возвращен Штернбергом. Пан Сденек ждал этого момента 44 года. Внутренние помещения и фасады замка требовали огромных реставрационных работ. Семья оплачивала это из собственных средств. Поэтому в качестве личных апартаментов в Штернберге оставили себе второй этаж, открыв остальные помещения для туристов. Граф Сденек Штернберг неоднократно сам выступал экскурсоводом, показывая достопримечательности своей фамильной резиденции. Покинул этот мир Сденек Штернберг 19 января 2021 года в возрасте 97 лет. Как и положено каждому старинному замку о чешский Штернберг один из старейших замков Чехии. Так вот, в чешском Штернберге, конечно же, живет свое личное привидение. А даже не одно, а целых два. Предание гласит, что однажды в замке случился страшный пожар. Верный пес кинулся в замок, чтобы спасти своего хозяина, но выбраться уже из огня ни пес, ни его хозяин не смогли. Так по сей день по замку в поисках выхода и бродит рыцарь и его верный пес. А еще, как я говорила ранее, в этом замке с 1992 по 2021 год жил граф Сденек Штернберг. и не просто жил, а еще заодно и работал здесь экскурсоводом. И вы только представьте себе, ежегодно через его дом проходило более ста тысяч туристов. Иногда доходило к забавным историям, хотя этот случай забавным мне точно не кажется. Однажды во время обеда граф встал из-за стола и вышел в другую комнату. Когда он вернулся, то увидел вокруг стола со своей недоеденной трапезой трех посторонних молодых людей. Это оказались отставшие от группы итальянские туристы. Увидев графа, они его радостно поприветствовали. Бонжорно! На что граф лишь вежливо улыбнулся. И только лишь когда туристы покинули столовую, смог продолжить трапезу. улыбнулся и так вышли мы из замка понравилась экскурсия и вот интересный факт об этом замке. Этот замок называется Чешский Штернберг потому что есть еще замки которые называются Штернберг но и этот чешский. Штернберг это была большая семья их было много и их замков много и в Чехии и в Австрии. Так вот этот замок Чешский Штернберг передавался от отца к сыну от отца к сыну от отца к сыну все время. Детей тогда у людей было много могли себе позволить рожать постоянно тем более богатые люди. Сыновья им проблем не было. Один раз возникла такая проблема и это было в 17 веке. У одного из Штернберг родилось пять дочерей. Больше детей не было. Но они как-то вышли из этой ситуации так, что дочь вышла замуж за какого-то из родственников своих Штернбергов и все пошло по накатанной. Сейчас Сденек Штернберг умер в 2021 году. Его сын Филипп все это время жил в Вене и работал там адвокатом. Он сейчас там работает. Ему, кстати, 67 лет. Наследник. Ну, он же не наследник, он уже вступил в права. Вот. Раз в месяц он приезжает в этот замок свой родовой, но пока еще живет в Вене. Ну, вроде бы как собирается выйти на пенсию и жить здесь. У этого Филиппа Штернберга у него единственная дочь. Польше у него детей нет. Дочь зовут Анастасия Анастасия там, ну, как-то на немецкий манер. Вот. И она 99-го года и она единственная наследница этого замка. Нам сказали сейчас, что в Штернберге, в чешском Штернберге впервые будет хозяйка, а не хозяин. Ну, слава Богу, времена теперь другие, ничего не нужно придумывать, чтобы как-то она могла нормально это наследовать. В общем, теперь женщина наследует в общем по очень много лет, сколько поколений здесь передавало от отца к сыну от отца к сыну. Сейчас будет, ну, пока не сейчас, конечно, этот Филипп, но когда его не станет, здесь будет девушка, женщина, хозяйкой чешского Штернберга. Вот так. Вообще, конечно, место здесь очень красивое. Вот мы сейчас зашли в лес и с леса открывается чудесный вид на замок. Сейчас покажу. Вот как красиво. А вот и Эдик. Вот и Мишин. Да. А вот и чешский Штернберг. Какая вот красота здесь. Кстати, вот это приват. Сюда, я так понимаю, когда хозяин приезжает. Так вот, нынешний хозяин сюда все-таки приезжает раз в месяц. живет, не живет в том, в тех покоях, в которых жили его родители. Он живет в своих там каких-то, в которых он жил в юности. Потому что с 92-го года замок принадлежит Штернбергам. В общем, вот такая красота отсюда открывается. На реку. Что очень мне понравилось, что здесь вот мы были пару недель назад в замке Канапиште. В замке Канапиште нельзя фотографировать, просто запрещено. Там масса всяких угроз, если вы будете фотографировать. Здесь хочешь фотографировать, полоти 50 крон, то есть 2 евро, и фотографируй хоть весь замок. Вообще пофиг абсолютно. Ну, как бы вполне нормально, я считаю, да. А, а еще, а еще, что мне здесь понравилось. Здесь есть комната с трофеями охотничьими, там всякие рога висят, копыта, даже лежит чучело крокодила. Так вот, все эти убитые животные, они были больными. Не убивали просто так ради забавы. Ну, конечно, там всяких уток, бусей убивали, это естественно, заяц. А вот оленей каких-то, крокодила даже, это все были больными животными, их убивали из гуманных целей. И потом эти рога, и копыта, эти всякие остатки животных развешивали в охотничьем зале. А не так, как опять-таки в канапе, что там просто у Франца Фердинанда видимо была какая-то, я не знаю, как спортивный азарт убить как можно больше зверей. Здесь этого не было. Здесь все, все убитые животные были больными, умирали сами. Вот, вот еще один плюс этому замку. Вот так вот. И очень, говорю, очень красиво здесь. Особенно сейчас май, конец мая у нас уже. И вот только сейчас мы увидели здесь индейца. Мне об индейцах на экскурсии ничего не рассказывали. Вот так, очень удобно, прямо внизу под замком вот парковка. Запарковали машину и отправились в замок. Вообще, что сюда только машиной можно добраться из Праги, вроде бы, в Станике. я не пробовала никаким другим способом сюда приезжать. Вот. А машина эта очень, очень близко. Знаете, что еще есть рядом с замком чешский Штернберг? Есть один маленький городочек, деревенька даже. ее знают, наверное, во всем мире благодаря названию того продукта, который там производят. И вот сейчас мы туда заедем. Надеюсь, дождь нам в этом не помешает, который все-таки явно собирается начаться. Так, приехали мы в одну маленькую деревеньку, название которой знают, я уверена, очень многие люди, даже те, которые никогда не были в Чехии. Символ этого, этой деревеньки. Вот, я слышу отсюда. Сейчас я вам покажу, что же здесь символ. И вот, а вот он символ. Да, мы находимся возле пивоварни Козел. Велка-Поповицкий Козел. Мы находимся в Велка-Поповицке. И здесь производится всемирно известное чешское пиво. А посмотрите, вот какой малышик, малышик. Козлик, козлик, козлик. Козлик. В общем, здесь запах хлеба, я просто чувствую ужаснейше, ужасно сильно, ужаснейше, в хорошем смысле слова. Кстати, по-чешски ужасней, значит, прекрасно. Чувствую запах хлеба, очень вкусно пахнет. Ну вот, в принципе, впереди и завод, где производится пиво. Приехали мы, конечно, немножечко поздно, уже все закрыто, потому что мы сегодня время много потратили на замок. Но здесь можно пойти сюда, вернее, можно прийти на экскурсию, посетить это место. Дело в том, что я как бы к пиву абсолютно равнодушна. мне ну, пиво и пиво. Вот. Но история, не то чтобы история, мне всегда было интересно, почему пиво называется козел? Что это такое? А у этого есть своя история, и я сейчас вам расскажу легенду этого названия, что здесь все не просто так. Какой красивый куст, да? Ну и вот символ козел, козел. Ну, по-чешски козел, козел. Вот. Вот. Это место. Вот здесь можно прийти на экскурсию сюда и посмотреть процесс, наверное. Я не знаю, то, что для меня это сейчас я себя чувствую как в шампане. Только в шампане мы ходим смотреть, как производят шампанское. Здесь можно посмотреть. О, открыто. Ну, идем. Итак, почему же именно козел появился на этикетках этого пива, став символом пивоварни? А началось все в одном саксонском городке. Однажды там на постоялый двор забрел странствующий рыцарь, где и решил отведать тамошнего пива. Но оно ему очень не понравилось, что он и высказал хозяину. Пиво, мол, у тебя тьфу, пить невозможно. Хозяин постоял во двора, он же пивовар по совместительству не на шутку рассердился и предложил рыцарю пари. Они должны были, выпив по кружке пива, стоя на одной ноге, вдеть нитку в иголку. В этот момент супруга пивовара пошла в дом, чтобы выпустить погулять на лужайку маленького козленка, который у них жил. Трактирщик быстро справился со своим заданием, а вот рыцарю никак не удавалось вдеть нитку в ушко иголки. Раскачиваясь на одной ноге все сильнее и сильнее, он наконец упал и в сердцах воскликнул. Это ваш козленок меня толкнул. О нет, это мое крепкое пиво, сударь, сбило вас с ног, отозвался хозяин постоялого двора. Чем закончилась их пари, история умалчивает, но именно эта легенда вдохновила одного французского художника. А мы, конечно, купили в магазине я пиво не люблю от слова совсем, ну, раз уж мы здесь. Мы купили какая-то лимитированная эдиция 150 лет козлу, ну, 150 лет названию. Пиво гораздо раньше здесь начали делать и купили себе две бутылки пива и чашку. Вот так. Запах такой здесь, да, а приятно очень, очень приятный запах. Как на хлебозаводе. Да, 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 как на хлебозаводе. Что, ели мясо мужики пивом запивали? Не знаю. Однажды, путешествуя по реке Сазава, а было это в 19 веке, остановился французский художник в живописном месте так называемыми воротами под Сазавья, деревеньки Велка-Паповицы. Деревня эта славилась пивом, которое здесь варили с позднего Средневековья. До начала 19 века пивоварня несколько раз переходила из рук в руки, но производство оставалось успешным. Кстати, как мне нравится, здесь везде стоят столики, скамеечки, просто везде вот мы ходим, видим, это что были вот такие вот специальные для людей, которые будут стоять здесь или сидеть и пить пиво. Вот так, вот так, вот так, вот так. Здесь план завода, пив завода. Но вернемся к французскому художнику в благодарность за радушное гостеприимство местных пивоваров. Он им не только рассказал легенду о козлике, а еще и изобразил его на пивной этикетке. И, видимо, легенды и рисунок так впечатлили пивоваров, что в 1874 году было выпущено первое пиво в Элкопоповицке Козел со знакомой нам эмблемой на этикетке. Говорят, именно козел стал счастливым талисманом пивоварни, потому что уже вскоре завод стал одним из крупнейших в Европе, пережил обе мировые войны и с честью выдержал все испытания. Сам же пивовар уже почти сто лет охраняют живые козлы. Все началось в 1938 году, когда руководство решило завести на предприятии черного козла. Козленок Олда стал первым живым талисманом компании. Впоследствии его фигуру начали устанавливать при входе в фирменные пивницы Козловна, где их можно встретить и сейчас. Ну и конечно здесь Козловна. Козловна это ресторан, он и в Праге есть, и вот здесь символ Козловны. Вот козел стоит на входе. Ну да, это ресторан, в котором наливают разливное пиво Козел. Честно говоря, я просто не люблю вообще как бы пивные рестораны, пивницы вот эти все. Там шумно, там эти в основном закуски под пиво. Это не мое любимое, но вот кто любит. Это очень довольно-таки популярное место Козловна. Вот. Зачем? А вот это место называется Бистро у козочек. И козочки в принципе там вот сидят. Запах хлеба тут сильно смешивается с запахом козочек, которые там видимо какают и запашок присутствует. Вот. А это мы прям совсем-совсем уже возле Праги. И здесь находится вот этот городок под названием Велка-Поповица. Да, и вот мы не можем понять. Здесь написано Ползенский праздрой пивовар Велки-Поповица. Ну, вот я еще раз повторяю, я вообще ничего не понимаю в пиве, но видимо Ползень выкупила эти Велки-Поповица козла. Или как в Шампании очень много вин принадлежит к конгломерату Луи-Тон Майд-Хеннесси, водова Клико, Майд-Эншандо, Руинарт, ну, множество домов, они принадлежат тоже к одному конгломерату. Похоже, что здесь, ну да, все-таки Ползень это самое знаменитое пиво, мне кажется, вообще. Мне кажется, оно подороже, чем остальное, Ползень. Вот. Видимо, это принадлежит Ползеньскому пивзаводу, хотя фиг его знает. Так. Осмотры пивовара козлиный магазин по следам козла. В общем, здесь все живет козлом. Вот такой у нас сегодня день. Получился насыщенно. Недалеко от Праги не отъезжая. Практически вообще не отъезжая от Праги, мы тут вокруг Праги все ездим. Человек пьяный упал, ну мы в Волкопоповицах находимся. Побывали в замке очень красиво, одном из старейших замков Чехии, ему больше, чем 800 лет. Побывали в очень знаменитом городке, вернее, даже не так, в городке с очень известным названием. Ну, не пошли, конечно. Да, еще работала там проглитка как проглитка осмотр. Ну, можно было сказать. только магазин работал. А, магазин работал. Ну, и нам этого учила. Вот так, далеко не отъезжая от Праги, можно сколько всего интересного посмотреть. Вот городочек Волкопоповица. Я думаю, в основном местное население здесь работает на пивзаводе. в Праге, потому что прага работает козлом, козочкой, там же написали козочки. Хотя, не знаю, у коз тоже рога, у всех рога, да, у козлов. позлок. Да, да. Я вообще не понимаю в этих живот. Вот так вот. Все, мы же до мы поедем, да? Да. Ну, все, спасибо, что были сегодня с нами и надеюсь, в следующий раз мы попадем все-таки в Локопопоп Карловой Вары. Ну, посмотрим. Если туда не попадем, то пойдем в один очень интересный замок. Название его не расскажу, но он очень страшный. В общем, в Чехии есть, что посмотреть и есть, что вам показать и о чем рассказать. Все, мы едем домой. Нам уже тут совсем-совсем недалеко. неудачно.